Недавно закончил работу над картиной «Апостол и евангелист Марк». Ранее я уже писал трёх других евангелистов. Дважды, как минимум, дважды писал Иоанна Богослова. Дважды «Апостол и евангелиста Матфея» — это не считаемых фигурок композиций — «Апостола Луку» в качестве иконописца. И вот для него обстоятельства, наверное, был обусловлен выбор очередной темы, хотелось закончить эту серию евангелистов и на этот раз написать, еще обратиться к образу апостола и евангелиста Марка. Ну, соответственно, стал вопрос, как написать. Ну, прежде чем перейти к описанию, к оппозиционному, что ли, замыслу. Дело в том, что я каждый этап картины в этот раз фотографирую. Поэтому давайте сначала посмотрим такую небольшую зарисовку о этапах написания картины. «Апостол и евангелиста Матфея» «Апостол и евангелиста Матфея» Во-первых, я почти сразу решил, что это будет очень позитивный образ. Иногда евангелистов изображают, какими очень серьезными, почти грозными. Но Евангелие – это благая весть. Апостолы благовествуют нам, что Господь пришел в этот мир. Я написал Марку упающимся, как бы и приветствующим зрителя, так радостный хозяин принимает долгожданного и дорогого гостя. Причем, чем ближе подходишь к картине, тем, как мне кажется, явственнее обнаружен целый. В то же время удалось передать небо тревогу, пристальность взгляда. Ведь на пути христианина ожидает много соблазнов и трудностей. Узок путь ведущий в Царство Небесное. Знакомый художник, с которого я снял этот образ, он носит очки. Этот момент, как мне кажется, оказался немаловажен. Его близорукость помогла сделать образ очень естественным для человека, который долго-долго что-то писал, а затем, закончив, оторвался от своего занятия и только что перевел взгляд на зрителя. В таких случаях он пытается сфокусировать взгляд и появляется характерным для таких случаев у выражения лица. Символ Марка, как известно, является карлатый лев. Каменное извояние, которого можно увидеть на заднем плане картины. Ниже надпись «Марк» по-гречески. Несмотря на то, что сам Емогири скупается в лучах солнечного света, за львом мы видим почти ночное небо и силы и деревьях. Это отсылка Девсиманскому саду. Согласно предания, Марк, тот самый юноша, ставший свидетелем взятия под стражу Христа, для которого сказано, «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убирал от них». Особый символизм я вложил и в то, как апостол держит перрон. Кончик входит к небу, тем указанным, что сочинение Марка повествует о Боге, а само пирог выходит за рамки картины. Не умещается в рамках этого мера, что символизирует Бога вдохновенность в Писании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok